Ретроградный путь Он очень дает нам понять, кто мы есть и чего мы стоим Ретроградный Меркурий заметно щелкает по носику любого, кто слишком поверил в себя Любого, кто прямо-таки возгордился своими интеллектуальными возможностями, не только интеллектуальными Вот Меркурий расставляет все на свои места и всех расставляет на свои места И кроме того, предельно важно, что в понедельник 8 числа солнечное затмение случится Полное солнечное затмение, которое с территории Российской Федерации не видно Оно над Мексикой будет, тень Луны пройдет над землей, закрывая солнце По территории Мексики, отчасти Соединенные Штаты, отчасти Канады Но работает оно сочно, это затмение для всех 8 число, понедельник, очень странный, странненький, опасненький день Будьте осторожны, конечно, следите, как всегда, за языком, за словами, за своими дорогами, поступками, за выбором Придерживайте свои деньги на всякий случай поближе к телу Потому что можно будет их потратить по совокупности вот этих вот факторов Солнечное затмение, время обманов с одной стороны, время откровений с другой стороны Но это еще не все 10 числа на втором календаре смените картинку Да, кстати, чуть не забыла вам сказать Следующее, оно полное, и следующее полное затмение будет только в августе 2026 года Больше двух лет ждать Поэтому, если вот такой энергией полного солнечного затмения хотите воспользоваться Ну, например, для проведения какого-то ритуала, который вот только под затмением действует Поторопитесь Это хорошее время, хорошее повод И по своему астрономическому циклу нынешнее затмение повторяет затмение конца марта 2006 года Потом можете вспомнить с радостью или с сожалением, что вы делали О чем сожалели Или о чем мечтали Где жили И с кем дружили В 2006 году Весной 2006 года Вспомнили? Напишите, кстати, в комментариях Нам ужасно интересно Вот такой вот экскурс Ретроградный Ретроспективный взгляд На прошлое Моих подписчиков Вот чего-то подобного повторения Чего-то подобного ждите И теперь в этот раз Потому что затмение из одного цикла Повторяюсь, это астрономический цикл имеется в виду И на Таро календаре нашим любимым Кстати, для всех напоминаю, что есть отдельный плейлист Который называется Таро календарь на моем канале Можно смотреть по датам Буквально каждую декабрь года Как себя вести, как правильно проживать Таро календаре Одна хорошая карта сменяется Еще более лучшей Тройка жезлов сменяется Четверка жезлов Ну, четверка жезлов Это вообще сплошной праздник Веселье, прибыли, деньги Свадьбы Удачное сечение обстоятельств Карту называют малое колесо фортуны Часто Именно в этой связи Потому что Ну, вот так, так, так Везет Так все ладненько складывается И новые знакомства Интересные случаются под этой картой И корпоративные интересы Соблюдаются как-то И вот коллективный успех какой-то Приходит, например, вы всем отделом Можете завершить Долгосрочный проект Успешно и успешно И успешно премию А также на всех поделить Овны Наше гадание для Овна Такое начало, да Для Овна Что карты обещают Необычное время Кстати, Овнов Конечно, поздравляю С днем рождения У вас идут дни рождения Счастья, радости Желаю Всегда Непрерывно Держу за вас кулачки И хочу, чтобы у вас все сбывалось Все было очень-очень хорошо Спорный Спорный прогноз дают карты С одной стороны башня Вот в сочетании Знаете, в сочетании карты Есть нечто ядовитое Вот представьте Просто ядовитое Вот как будто бы Такой постоянный Непрерывный Источник Легкого отравления Идет в вашу жизнь Надеюсь, вы понимаете Это очень образно Не в физическом Не в физиологическом плане Отравления Я имею в виду Некие вот клапаны На ваших тонких телах Которые подтравливают Чуть-чуть И пропускают к вам Пропускают к вам Да Какую-то такую Немножко недоброжелательную энергию Вот так вот скажем Что-то вас травит Подтравливает в этой жизни И это критика Это люди, которые вас не любят Давайте так вот признаем Увнам очень сложно поверить Что кто-то их не любит Ну представьте Такое бывает Вот кому-то вы можете Категорически не нравиться Отсюда претензии Критика От начальства И в семье, конечно, может быть И Некомфортно Что-то Какие-то моменты в этой неделе Будете проживать крайне некомфортно В общем Важно будет удержать себя в руках Мелкие слова Но гадкие слова Можете услышать Мелкие поступки Но гадкие поступки И смотрите Чтобы это Серьезного Настоящего Какого-то Урона Не принесло вам Потому что башня здесь есть Все-таки Да Это как бы знак Необратимости Что-ли Вот этих вот Конфликтов Но тем не менее Есть и вот По ресурсам Что вы хотите Сработать Выздороветь Любиться Ресурсы Все-таки Пребывают То есть Есть солнце Есть вот то самое солнце Которое Понедельник затмится Ну Всего лишь там На Четыре с половиной минуты Кстати Полная фаза Да Затмения Четыре с половиной минуты Длится Поэтому Потом оно опять Солнит видное Светит все горизонты Солнце Это все равно Знак счастья То есть Вот Это то Что именно приходит Приходит то Что вы ждете Естественно Откровенный Разговор И Любовь И деньги И заработки И так далее Но опять же скажу Угадание Очень такое Неоднозначное Вот хорошо бы вам Общий совет Для Овна Какой-то Просится А я скажу Вот хорошо бы вам Знаете Как сорваться И вот это От этих вот Злых людей Достойных людей Сорваться Куда-нибудь К берегу Моря Быстренько Таким образом Вы вот этот Порочный круг Разорвете Тельцы Уже конечно Потираете Вы ручки Да Вот напишите В комментариях Потираете Ручки Готовитесь Богатые Подарки На день рождения Получать Но еще рано Еще вас Не поздравляю Не дошла Очередь Что за время Мы переживаем Я в моем Вступлении Все рассказала Рекомендую Посмотреть Если вы пропустили Там и про Затмение Про ветра Меркурия И про Тару Калентарь Как всегда Ох Какие карты Цельцу Туда Станутся Так Ладно 2 Плохо Неплохо В целом Неделя Выглядит Какой-то Довольно-таки Деятельный Что это Рыцарь Жерлов Что ли В середине Придется Вам с кем-то Договариваться Заключить Придется Некий Контракт Контракт С Человеком Вы ждали Этого контракта Вы ждали Этого человека Покупатель Продавец Какой-нибудь Клиент Контрагент Для бизнеса Ждали Этого человека Но Контракт Будьте Внимательны Идет Без гарантий Для вас То есть То, что купите Нельзя будет вернуть Например Если Обманут То за защитой Прав Нельзя будет В суд Вам обратиться Такой контракт Вот на честном слове Как на доверии Без гарантийного талона Ну Опасности Все равно Я особых Каких-то Вот Не вижу А за человеком За этим Смотрите Он Интересный Для вас Но Скроется Быстро А завести Может В тупик Или Как мы говорим Подвести Под Монастырь Человек Который Не будет Расхлебывать Последствия Безответственный Так Полезный Деятельный Интересный Но безответственный Поэтому Все запасные Выходы Для вашего Правоотношения Вы Сами Смотрите Сами Учитывайте Карта Умеренность Здесь Есть Оба Ограничения Говорит У каких-то Именно Знаете О каком-то таком Воздержании То есть Это неделя Воздержания Почему Может быть Берете Аскезу Например Как это Принято А Собственно Почему Да Пост ведь Длится Рекомендуют Карта Воздержания Ну Воздержание Не только В еде В эмоциях Каких-то Может быть Лишних В других Страстях В смехе Может быть То есть Время Когда Стоит Последить За собой Чтобы Не слишком Упиваться Жизнью Может быть Нет Конечной точки Нет Какого-то Финала Главная вершина Не достигнута И пока Рано Об этом Трубить И всем Рассказывать Здесь Есть Вот Некий Несостоявшийся Праздник Есть Как бы Праздник С которого Вы уходите Не дождавшись Когда Вынесу Вынесу Торт Представили Себе Такую Историю Побег Идет У тельца Побег От Опять же От выгоды От важной Сделки От новой работы Может быть Кстати Это Сбежать От новой Должности Вот смотрите С умеренностью Вы себя Почувствовали Такими Скромными И несчастными И может быть Бессильными И дальше Карты говорят Что вот Новую работу Например Вам предлагают А вы Уходите И все Крутят у виска И говорят Как это Глупо Отказаться От таких Возможностей Горизонта Но вы знаете Что вас зовет Какая-то Такая Другая Дорога Сбежавшая Это все Похоже Также На сбежавшую Невесту Как будто бы Вы уклоняетесь Опять же От Какой-то Любовной Истории Например Разбегаете Со свидания Раньше Чем Оно Каким-то Логическим Результатом Закончится Но это и совет Для вас Сбежать Это Продуктивная Очень яркая Неделя Необычная Интересная И Стоит Вот в пользу Будущих Успехов И благ Стоит Сейчас От чего-то Воздержаться От чего-то Отказаться Откуда-то Раньше Времени Уйти Пусть вас Лучше Не досчитаются Поищут И пусть По вам Поскучают Близнецам Карты Обещают Три карты Мастер Жезлов Вам достается В сочетании С четверкой Жезлов Которая Царит И Насаждает Культ Своей личности Собственной На Тару Календаре Конечно Набор Карт Очень Огненный Огненный Близнецов Ждет Просто Очень Активная Неделя Много Внезапных Слов Поступков Предложений Поездок Много Что называется Случается Видите Восьмерка Жезлов Здесь Это то Про что Вы говорите Вот случилось То есть Не Не планировали Вы Никто Не планировал И конечно Это очень Везучее Сочетание Карт То есть Бодословно Эта неделя Полна Она кишит Новостями По поводу Самых Разных Радостных Событий А также Вас приглашают На какой-то Праздник На какой-то Праздник И Вы можете Спорить Если пятерка И семерка Рядом Да То есть Во всей этой истории Есть борьба Конечно Есть конкуренты Есть люди Которых Нужно Обойти И Что-то Окружающим Доказать Но от этого Становится Только Веселее Вы как будто Вы Оспориваете Оспориваете С Окружающим Первенство Свой авторитет Может быть Это спор За имущество Даже Какое-то Идет Ну за премию Там с коллегами И тем не менее Тем не менее Вы понимаете Что вам Повезло А кому не повезло А не повезло Вот им Вот тем Кто Пытается с вами Мериться Силой Кстати Если речь О любовной Истории Идет То здесь Очень-очень Много Ревности И горит Она И пылает Как вот эти Вот наконечники У этих Жизлов Будьте внимательны Осторожны Если Вообще С таким Это как Карта Динамит Очень Огнеопасный Набор То есть С таким Набором Карт Вы даже Можете Взаревновать Впервые В жизни Если вам Никогда Этого Даже Не доводилось Делать Очень Конкурентная История Очень Знаете Похожа На Какое-то Прохождение Сильно-сильно Трудного Конкурентного Экзамена Где в экзаменационную Комнату Стоит Огромная Очередь Из трясущихся Этих самых Абитурхентов Соискателей А выбрать Должны Кого-то Одного Карты Для рака Конечно же Мечи Начали с меч Три Карты Масти Мечей Необычный Прогноз Наверное Очень особенный С учетом того Вы посмотрели Вы заглянули В вступление В видео Я рассказываю Какое время В целом Мы переживаем Видите ли Здесь Никто Не обещает Что будет Легко И у рака Складывается Явно Конфликтная Или Ну как Довольно Кризисная История Довольно Кризисная Ситуация С одной Стороны Вы можете Рассчитывать На чью-то Помощь Вы можете Вот Буквально Побежать К Кому-то К старшему К старшему К отцу Начальнику Не знаю К приставу К участковому К судье К прокурору В конце концов Можете Побежать За защитой Ваших интересов Имущественных Например Каких-то Интересов Это с одной Сторон А с другой Сторон Такое ощущение Что Судьба Уже Некий меч Свой Условный Занесла И то О чем Вы сейчас Спорите С другими Людьми Все-таки Должно Прекратиться Набор мечей Конфликты Непонимающее Начальство Какой-то Такой Кризис Мы вас Только Предупреждаем Обернуться Это может Конечно же И потеря Работы Такой еще Самый страшный Кризис В наше Время Бывают С людьми Конечно Потери Работы И очень Обидно Бывает Если Работа Например С хорошей Зарплатой Или Близко От дома Что Сказать С такими Картами Что Вам Споров Ссор Не скажу Потому что Здесь как бы Веет Неизбежностью Неотвратимостью От этого Всего Сказать Соглашаться На чужие Какие-то Интересы На чужую Плесать По чужую Дудку Тоже Потому что Здесь явные Потери для вас Этой Потери будут Материальные Вплоть до Потери Недвижимости Эти Вот понимаете Вот такая Вот история Ну скажу так Если конфликта Не избежать Если действительно Есть спорная Должность Спорная Имущество Какое-то Вообще Спорные Интересы В любви В том числе То Нужно Уметь Конфликтовать По крайней мере Экологично Так чтобы Даже Проигрыш Не был Унизительным И не вспоминался Потом Знаете До конца жизни Как нечто Очень Очень Постыдное Ну вот Такой прогноз Для рака Такой набор Карт Действительно Выпадает Как предупреждение Вот Если хотите Жить спокойно Мирно Чтобы у вас Все оставалось Как прежде На своих местах То Ну да Есть вариант Такой Избегайте Тщательно Любой ценой Избегайте Даже Самой Малой Искры Которая Может Этот Самый Конфликт Рожечь Тогда Может быть Получится Может быть Обойдетесь Без Сложностей Без Потерь Для львов Карты Обещают Следующий Но Знаете Предсказание Я думаю Для разных знаков Зодиака У нас получается Прямо похожие Почти они Похожие Примерно Одни и те же Карты Только в другом Порядке Выпадают Я думаю Что это Энергетика Время Просто Вот такое Особенное Время Поэтому Происходящее У нас У всех Ну вот Чуть-чуть Какое-то Такое Похожее Итак Для льва Посмотрите Что получается Есть Семерка Мечей Да Семерка Жезлов То есть Очевидные Трудности Есть И Неочевидные Вот что Вы выберете Что для вас Наиболее Важно И ценно Ну вот Семерка Жезлов Например Споры Открытые Когда С вами У вас Имущество Кто-то Пытается Отобрать Или Должность Кто-то Претендует На вашу Должность Кто-то Подтачивает Авторитет Или Ваш Авторитет Или Кто-то Вот копает Семерка Жезлов Наверное На бытовом Языке Это мы Так называем Кто-то Копает И не Пытаются Этого Скрывать Но Хуже Тайные Семерка Мечей Рядом То есть Здесь Уже Тайно Крадут У вас Что-то Вот То Что Мы Называем Таким Очень Широкое Понятие Кража Я имею Ввиду Хотя Буквально Кража Может быть Опять же Время Такое Что Крадут Кто-то Энергию Вас Крадет Кто-то Чистоту Вашего Сердца Кто-то Ваши Надежды Крадет Кто-то Ваш авторитет На работе Подтаскивает Все время Чтобы вам Чтобы Сильно Людям Там Нравились И вот Сочетание Вот этих Двух В общем Разных Разного Типа Враги Разного Типа Две Разные Категории Вот они В разных Маечках По полю Бивы Одни В желтеньких Маечках Желтый цвет Измены А другие Ну Тоже В желтеньких Ну Таких Знаете Погрязнее Вот Отбиваться От врагов В любом Случае Придется От чьих-то Нападок Критики Отпережать Конкурировать С кем-то Все довольно Трудно Дается Думаю Для большинства Здесь десятка Шестлов Для большинства Это связано Конечно С работой И с паре Но вот Что делать С теми Врагами Которые Тайно На вас Наговаривают Например Начальство Гадости Какие-то Вот их Нужно На чистую Воду Наводить Опять же Как выведешь Время Затменное Время Сложное Советы Для льва Конечно Ну Нужно Максимально Верить В себя Нужно Верить В то Что вы Однажды Взяв на себя Эти непосильные Обязательства Вот она Десятка То есть Однажды Взвалив на себя Должность Лучшего Работника Отдела Например Вы Все Время Должны Быть готовы К зависти К интригам К каким-то Таким Сложным Коммуникациям Совет Тут Только Один Если Кто-то Вас Пытается Запятнать Вот Вашу Честь А тут Прям Пытаются Ну Это Значит Что Эта Честь Есть Потому Что Запятнать Можно Только Что-то Белое Светлое Да Такое Солнце Затмение Солнце Так не горело Мы бы Затмение Не видели Девам Предупреждаю Что Вашим Соседям По Зодиаку Не очень Простые Гадания Не очень Простые Прогнозы Попадают Но Это Потому Что Время Такое У нас Сейчас Судьбы И потери У всех Похожие Потому Что Небо Одно На Всех Ну Вот Начнем С Пятерки Пентакли Пятерка Пентакли Немножко Обкрадывает Праздник Обкрадывает Вот Это Вот Утаскивает Кусочек Или Львиную Долю Или Какую-то Часть От Вашего Успеха Еще Пятерка Пентакли Карта Ну В целом Карта Бедности Но Вот С учетом Того Что я сказала В моем Вступлении С учетом Времени С учетом Вот этих Вот Соседних Карт Действие Ее Может быть Продолжительным Или Более Серьезным Вплоть До Потери Крупного Имущества Потеря Крупного Имущества В связи С чем Ну Там Где-то Из-за Обмана Где-то Из-за Просто Вашей Халатности Оплоть Оплошности Десятка Кубков Рядом То есть Вот Угроза Материальная Угроза Какая-то Материальная Идет Не только Для вас Ну Хуже Если для Вашей Семьи Вообще Угроза Дому Семейному Бюджету Давайте Называть Вещи Своими Именами Семейному Бюджету Поэтому Дорогие Девы Следите За деньгами Ну Чтобы Не было Вот Каких-то Опять же Этих расходов Не обдуманных Чтобы не было Напрасных Действительно Трат Потому что Карты Просто Неэффективные Выпадают Не думаю Что они Какие-то Опасные Для вас Но Угроза Именно Дому Семье Если Ссоры Да Вот Ссоры Пятерка Мечей То они Дома Причем Дома Ссора Из-за денег Ссора В семье С близкими Родственниками Из-за денег Но Из-за денег На самом деле Не так часто Люди Ссорятся Люди Чаще Ссорятся Из-за Отсутствия Денег Из-за денег Которых Не Не хватает Вот вам Прямо Это время Действительно Эта неделя Испортила Праздник Это то С чего Я начала Но Плюс В чем Значит Этот праздник Есть Значит Есть результаты Есть Хорошая Какая-то Доходы Например Те же самые Потому что Пятерка Пентакли Бедность Да Но бедность Мы поймем Только когда Есть с чем Сравнивать Вот Приходят Такие Вот злые силы Уж не знаю В каком обличии В данном случае К вам Портят Праздник Ну не давайте Не давайте Никому В обиду Вот счастье И благополучие Вашей Семье Проще Смотрите На денежные Вопросы Для весов Так Карты для весов Давайте посмотрим Буквально Всем вашим Соседям По лодиаку Карты Не очень Выпадают Ну прям Вот Не очень Ну время Такое Наверное Мы переживаем У вас еще Кстати Как-то Все И получше Шестерка Жезлов Все Таки На втором календаре Четверка Жезлов Здесь Шестерка Жезлов Это Это Нечто Вроде Успешность Данного Экзамена Вот Представьте Вас Проверяют Мы всегда Себя проверяем Нас кто-то Проверяет На соответствие Должности На соответствие Чьим-то Ожиданиям На Не знаю Покорность Судьбе И Условиям Общежития И Здесь Вот Вы проходите Эту самую Проверку Если экзамен Буквально Вам предстоит Давать Туда Сдадите Окажетесь В чем-то Лучше других А может быть Что ценнее Окажетесь Лучшей Версией Себя Королева Жезлов Здесь же Привлекает Внимание И вообще Три карты Мастер Жезлов То есть Вся Неделя Посвящена Делам Работе Карьере Страсти Если вы спросите Ну может быть Отчасти Но Опять же И страсть Это тоже Может быть Где-то На работе Хотя Скорее Речь идет О каком-то Успешном Проекте Начало Новой работы Которой Вы очень Гордитесь И новый Какой-то Такой Энтузиазм Новая Дорога Для вас Новое Увлечение Опасных Карт Нету Совершенно Единственное Что бы я сказала Такой Рафинированный Прогноз Действительно Одни Жезлы Поэтому Все Внимание Должно быть На работу На дела От вас Такое Время Огненное Потребует Потребует Конечно Активности Пораньше Вставаться Побольше Бегать Почаще Встречаться С людьми Здесь Видите ли Работа Есть И учеба И все Это и дается Легко И завершается С блеском Это может быть Да Действительно И работа Или бизнес На которых Вы Не все Знаете На которых Приходится Вам Пока Учиться Хороший Прогноз Он Не очень Любовный Не очень Романтичный Поэтому Если вы Настроены Но новые Знакомства Кстати Даже Очень Могут Потому Что Здесь Паш Как Знак Как Призрак Как Тень Нового Человека Скорпиону Карты Пообещают Определенные Переживания Связанные С Деньгами Может Даже Ссоры Связанные С Деньгами Башня Обращайте Внимание На здание Строение Сооружения В первую очередь Конечно Которые У вас В собственности Все Крутится Вокруг Некого Неких Имущественных Интересов Деньги Большие Или мало Это зарплата Прибыли Не знаю Там Какие-то Крупные Покупки И вот Чтобы Благополучно Ну Из этого Клубка Дело Выбраться Материальное Дело Выбраться Вам Нужно Собрать Волю В кулак И не ответить На чьи-то Нападки Вот такая История Неспокойный Прогноз Но я Даже Не жду Спокойной Карты Редко Редко Кому Во всем Зодиаке Более-менее Что-то Приличное Досталось Здесь Вот есть Яд Кто-то Брызжет Ядом Давайте так Назовем Безосновательная Критика Какие-то Очень лишние Претензии К вам Звучат ли они Открыто Например В лоб Так Грубо Или Подаются Завуалированно Разница Я думаю Что для вас Например Нет никак Все равно Обидно Все равно Неприятно И самое главное Что у этих Претензий Именно Денежное Имущественное Наполнение Хуже Всего Если это В семье Происходит История Так То есть Какое-то Прощание Может быть Даже С привычным Семейным Бюджетом Прощание Да Вот С привычным Оборотом Каким-то Денег Потому что Приходится Новые Потребности Закрывать И не всегда Свои Вот в чем Дело Приходят Люди И портят Праздник Жизни Создает Создается Некая Вот знаете Как Междуусобная Такая Вот Война Но Не очень Хорошие Карты Хотя Не самые Плохие Здесь Нужны Советы Как всегда Пятерка Мечей С пятеркой Мечей Это Война Это Ссора В которой Никто Не победит Поэтому Независимо От того Кто бы Не развязал Все 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 Пострадают По возможности Воздержитесь От Участия В каких-то Склоках Выяснений Отношений Пятерка Пентакли Часто Плохая Карта Для денег Но Она Часто Объединяет Людей В данном Случа Нет Но Через Время Может быть Если Ваш Вопрос Про Отношения Семейные Любовные Отношения Может быть Через Время Вы поймете Как Друг Другу Нужны Поймете Что Не можете Без друга Обойтись Но Это не теперь Сейчас Пока Предстоит Поругаться Попроверять На прочность Отношения Стрельцу Напоминаю Что Первая Половина Недели И вторая Немножко Различаются Это если Мы учитываем Второй Календарь До 10 Числа Тройка Жезл Потом Четвертка Карты Хорошие Энергетика Довольная Не удивляйтесь Если У вас получится Прожить Одну Неделю В двух Разных Ипостасях В двух Разных Как будто бы Таких Жизненных Сценариях Потому что Начало Недели Одни Вибрации А Конца Недели Получается Что Другие Такое Бывает Итак Карты Для Стрица Для Стрица Очень Интересные Очень Интересные Карты Вам Достаются В меру В меру Крупные Конечно Новая Романтическая Новая Романтическая История Вас ждет Пока Дружеская Или сразу Любовная Это уж Вы сами Выбирайте Определяйтесь На пашкубках С учетом Сезона С учетом Ваших Ожиданий Эта карта У нас Всегда Будет Толковаться Как Новая Любовь Новое Чувство Которое Закрадывается Кто-то Вам Понравится Но Стрельцы Не бывают С пустым Сердцем Ведь не живут Никогда Вам Всегда Кто-то Нравится Или кто-то Должен Нравится Кто-то Должен Пусть даже На расстоянии Или Не взаимно Но кто-то Должен Обязан На вас Производить Впечатление Поэтому Есть шанс Влюбиться И это Уже Само По себе Хорошо Кстати Новые Партнеры Которых Ретро Меркурий Приводит В нашу Жизнь Обязательно Должны Напоминать Кого-то Из Прошлого Должны Походить На Наше Прошлое Ошибки Помимо Любовной Истории Есть Вдохновляющие Результаты По Работе По Связанной Какие-то С карьерой Результаты И одновременно И предложение Приглашение К новым Каким-то Таким делам То есть Новая Работа Скорее всего Через Знакомого Человека Появляется Находит Вас И Шансы Вот эти Карьерные Пожалуйста Не пропустите Судьба Приглашает Судьба Предлагает Башня Вам Так же Выпадает Как Карта Которая Сегодня Досталась Абсолютно Всем В составе Любой Тройки Присутствует Башня Мы уже Совершенно Этому Не Удивляемся Часть Планов Планов Рухнет Давайте Будем Откровенны Вот Есть У вас Планы Наверняка Да У стрельца Стрельцы Отличаются От всех Тем Что имеют План На каждый День На каждую Неделю И так далее Вот часть Планов Из вашего Ежедневника Увы Придется Зачеркнуть Они Несостоятельные Они Абсолютно Провалятся И они Если вовремя Не убежите Под своими Обломками Они Погребут И Будущие Планы И Погребут И ваше Хорошее Настроение Поэтому Бегите Быстрее И дальше Разная Такая Как Мозаичная Неделя С одной Сороны Очень яркие Чувственные Впечатления С другой Стороны Успех Деловой Вера В себя И какой-то Свеженький Энтузиазм И в то же Время Какой-то Процесс Предсказуемый Скорее всего Но выходит Все-таки Из-под вашего Контроля И задача Наверное Стрельца Что-то Из этого Все это Во-первых Правильно Разграничить И что там При новую Любовь Благодарно Принять За новую Работу Взяться Засучив Рукава Ну а С Несостоятельными Планами Распрощайтесь Легко Как вы это Умеете Для Козерога Колода Наши любимые Карты Таро Предлагают Так Десятку Жезлов Предлагают Они Восьмерку Жезлов Жезлов Много И Короля Жезлов Ну что ж Отличные Карты С учетом С учетом Того Жезлов Правят Миром На Таро Календаре Тоже Обе Карты Недели Этой Жемласти Приготовьтесь Работа Карьера Любые Ответственные Обязательства Любые Ваши Вот эти Социальные Дела Проекты Документы В общем Все Где Нужно Горение Сердца Где Нужен Активный Какой-то Ваш Энтузиазм Где Нужно Приложение Максимальных Сил Смотрите Козерогов Десятка Жезлов Центральная Карта Предупреждает Будет Трудно Многим Физически Даже Трудно Но Чем Труднее Тем Более Потом Результат Работа Если найдется В это время Будет Трудное Все Как Вы Любите Буквально Работа С которой Вы С головной Болью Будете Уходить Каждый День Это Гарантирует Вам Эта Карта И Должна Быть Какая-то Ваша Жизнепоследовательность Везение Много Расскажете Что Вам Повезло Но Везение Здесь Идет Как Результат Однажды Принятой Установленная Система От которой Вы Не отходите Шаг Вправо Шаг Влево Все Этот Карточный Домик Под названием Ваша Идеальная Жизнь Рухнет Нужно Именно Очень Последовательно Стремиться К целям Вот есть У вас Цели Если На эти Семь Дней Это Прекрасно Не Отступайте От Плана Ни на Секунду Не Меняйте Время Не Меняйте Локации Ничего Такого Деловой Успех Король Шезлов Продолжение Карта Символизирует Здесь В общем Раскладе Такое Знаете Продолжение Крупного Дела Это Повышение По службе Может быть Новая Должность Продолжение Бизнеса Какой-то Очень Активный По Правильному Повод Потому Что Там Появились Ресурсы Я могу Сказать Что Козерогам Достался Прогноз Буквально Ну Лучший Или Один Из Лучших Во Всем Затяги Потому Что С вами Все Понятно Побольше Бо Энергии Вам Побольше Пораньше Бо Вставать И Побольше Бо Всего Переделать И Никакой Угрозы Нет Король Жезлов Кстати Огненный Человек Деятельный Человек Огненной Масти Увлекательный Или Увлекающий Такой Который Может И появился Ваша жизнь Ненадолго Это кстати Если будет Любовная Интрига Какое-то Новое Знакомство Человек Который Может быть И ненадолго Появился Может Очень Ярко Помочь Или Очень Дерзко И доступно Что-то Объяснить В общем Провести Вас К новому Горизонту Водолею Карты Предлагают Жезлы Пентапли И кубки Ну Разные Эклектичные Недели Есть И Какая-то Чувственная Часть Составляющая Праздничная Есть Материальная Есть Такая Деятельная Начинаем С Рыцаря Жезлов Кстати Дорогие Водолеи О том Какое Время Мы сейчас Проживаем Какое Вот это Время Для Всех Чем Оно Грозит Или Чем Оно Жезлов Карта Про Успех Некий Успех Ждет Водолея Вас Заметят Знаете Вот вам Удастся Очень быстро Что-то Сделать Лучше Других Воплотить Скорее Активнее Других Достигнуть Каких-то Целей Опасность В том Что Успех Может быть Очень Очень Мимолет И вот Отпраздновать Вы его Успеете Может и Деньги Которые Заработали Потратить Успеете Но Повторить Этот успех Сложно Это знаете Как Какой-то Спортсмен Который Вот прыгнул Там С шестом Через Планку На высоте На большой И Он рад И принимает Поздравления И медаль На шейке Висит И Премию Дали И все Радость Радость Но При этом Вот спортсмен Понимает Что Больше Он такой Рекорд Не повторит Он Не только Выше Не прыгнет Но он Даже Эту Планку Больше Не возьмет То есть Вот этот Вот момент Некого Наивысшего Достижения Он Всегда Какой-то Такой Спорный То есть Короткий Успех Яркий Но очень Короткий Успех Здесь Вот идет И тут Опять же Хорошо Это Или плохо Это зависит Конечно От того Что вы Запланировали Что в Конечном Утоге От Этой Недели Ждете Может Вам Этого Короткого Успеха И Достаточно Будет Там Выгодно Продачить Что-то Обрадоваться И все А если Речь идет Об успехах Профессиональных Например Речь О работе О Там О Завоевании Какого-то Постоянного Авторитета В компании То Вот здесь Прогноз Может быть Весьма Спорный Но Вас Заметят Люди Видите Тройка Кубкова И даже захотят Вот вашу честь Буквально Ну не знаю Там Чайпитие Какое-то Устроить Это неплохой Прогноз Очень даже Девятка Пентапли Есть Как знак Такой Немножко Натянутой Притянутой Но все-таки Материальной Стабильности Другим Вашим Соседям По зодиаку Девятки Даже не досталось Давайте уж То есть у вас У водолеев Еще и финансовые цели Достигаются Сколько вы себе Положили Сколько Запланировали Напланировали Вот сколько Заработать На этой неделе У вас Вот это все По плану Это все соответственно То есть Прибыли В таком Предсказанном Объеме Объеме Вот Вас ждут Тройка Кубков Советуют Встречаться С друзьями Устраивать Небольшие Праздники С другой стороны Легкий намек На любовный Треугольник Кстати Если Вся Ваша Все вопросы Сейчас Про любовь То Новое Романтическое Знакомство Очень даже Возможно Ловить Портрет Рыцарь Жезлов Молодой Человек Огненной Масти Есть опасность Что этот Человек Не слишком Охотно Кинется Вот в пару Раскрываться В паре Но зато С ним Нужно Будет Отлично Провести Время И предсказание Для рыб Будет На Сырящем Деле Так Карты Очень Опасные Спорные И Кое-кому Прям плохие Достаются Я про ваши соседи Безодианки Поэтому Не защите Не обессудьте Посмотрим Что Рыба Королева Жезлов Ну Будьте Заняты Все-таки Занятые руки Занятая голова Новая работа Может быть Та Которая Есть Работа Продолжается То есть Вот Есть Что делать Ну Может быть Для кого-то Это Не новость Потому что И так Работаю Не в проворот Да С головой Можно накрыться А если Действительно В поисках Работа То да Карты Говорят Да Вполне себе Такое что-то Найдется Здесь идет Рост Вашего Профессионализма Здесь идет Рост Авторитета Вашего Какого-то На работе И вообще Вы предстаете На этот Период В образе Такой Вот Деловой Женщины Которой Даже Многие Обращаются За Каким-то Советом Это Но это Часть Это такая Социальная Видимая Часть Но есть у нас Звезда И есть Отшельник А это значит Что Следующая Неделя Дорогие Рыбы Обратите Внимание Следующая Неделя Принесет Много Незаметных Результатов Незаметных Результатов Это когда Никто Особо Не увидел И начальство Не похвалило И премию Не выдало Вроде бы Да Но Здесь есть Такой Духовный Рост Здесь есть Такое Вот Буквально Продвижение К мечте Очень Хорошо Помните Мы На разломе Живем Сейчас Переломное Время Затмение Ретроградный Меркурий В конце Месяца Будет Соединение Питера С Ураном То есть Сейчас Действительно У всех У всех Меняется Будущее И происходит То чего 200 лет Не было И 200 лет Не повторится Отшельник Меняет Будущее Отшельник Это Выбор Какого-то Прям буквально Пути Может быть Вы вслух Не скажете Может себе Даже не признаете Но Выберите Новую профессию Или другую Работу Для себя Другую Естезию Какое-то Другое Присвание Отшельник Звезда Здесь Это все Склоняет Вот Нас К некому Оккультизму К некому Мистицизму Что ли То есть Все что на следующем деле Происходит Это Очень Предопределено Написано Вашей Вашей Натальной Карты Или Какими-то Текущими Астрологическими Прогнозами То есть Вы Под таким Влиянием Фатума Находитесь Тут Настолько Здесь Есть Вот Отработка Ну вот Как многие Любят Говорить Отработка Кармы Каких-то Кармических Задач Вот Если Ходили В К астрологам Например То Вот Эту Неделю Года Астролог Обязательно Должен Был Писать Если Там Делали Прогнозы По соляру И так Далее Потому Что Звезда Здесь Тоже Присутствует Тоже Как отсылка К неким К некому Такому Вашему Звездному Пути Каким-то Очень Неземным И очень Небытовым Вещам Кстати Видите Королева Жезлов Оказывается В окружении Такой Серьезной Пары Новое Дело Обратите Внимание Новое Дело Которое Для вас Рыба На следующей Неделе Ну Появится Причем На разной Стадии Ты может Действительно Выйдете На работу А может Быть Вы только Об этом Задумаете Придет Как Придут Какие-то Мысли Какое-то Понимание Чем Вам Заниматься Например Это Будет Так Важно Это Будет Так По-крупному Это Будет Но Настолько Сценарий Конкретный Из Вашей Натальной Карты Вот 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 Прекрасный Прогноз Для Ищущих Себя Для Тех Кто До Сих Пор Сомневается Кем Быть Кем Должен Стать Когда Вырастет Вот Это Прекрасный Прогноз Слушайте Себя Слушайте Интуицию Слушайте Что Вам Эти Затменные Времена Подсказывают И Дальше Если Правильно Услышите Дальше Ваша Жизнь Ну Переключиться На Очень Правильное Русло Спасибо